16 октября 1906 года. Джим Вулф и Осы. 16. Дядюшка Римус все еще жив, и ему, наверное, уже за тысячу лет, никак не меньше. На днях я видел в газете его последнюю фотографию. На этом портрете вид у него совершенно ископаемый, и ясно видно, что он вспоминает о мастодонтах и плезиозаврах, с которыми играл в детстве. 16. Прошло как раз четверть века со дня моей последней встречи с дядюшкой Римусом. Он посетил нас в Хартфорде, и Сьюзи с Кларой благоговейно пожирали его своими большими глазами, ибо я произвел глубокое и неизгладимое впечатление на малышей, я каждый вечер читал им сказки Римуса, и они выучили его книгу наизусть. 17. Рассказав им по секрету, что это настоящий дядюшка Римус, которого так хорошо побелили, что он может входить в дома порядочных людей через парадную дверь. 17. Он был самым застенчивым из всех моих взрослых знакомых. Когда вокруг были люди, он молчал и до тех пор, пока они не уходили, испытывал ужасные страдания. 18. Тем не менее, он был очень славный, ибо в глазах его светились кротость и доброта бессмертного Римуса, а лицо говорило о привлекательном и открытом характере. 18. Очень может быть, что Джим Вулф был таким же застенчивым, как Гаррис. 19. Это кажется маловероятным, но, оглядываясь на пятьдесят шесть лет назад и вспоминая Джима Вулфа, я почти уверен, что именно так оно и было. 20. Этот долговязый и тощий мальчик состоял учеником в типографии моего брата в Ганнибале. 21. Впрочем, я уже упоминал о нем в одной из предыдущих глав. 21. Джим — тот самый мальчик, которому я давал непрошенные советы и выражал неуместное сочувствие в ту ночь, когда произошло достопамятное приключение с кошками. 22. Ему было семнадцать лет, но, тем не менее, он был в четыре раза застенчивее меня, хотя мне было всего четырнадцать. 23. Он жил у нас в доме, но в присутствии моей сестры всегда молчал, и даже моя кроткая мать слышала от него только испуганные и односложные ответы. 23. Он ни за что не вошел бы в комнату, где находилась девушка. Ничто не могло заставить его это сделать. 24. Однажды, когда он был в нашей маленькой гостиной, туда вошли две величественные старые девы. 25. Они уселись так, что Джим мог удрать, только пройдя мимо них, а он скорее прошел бы мимо плезиозавров Гарриса в девяносто футов длиной. 26. Вскоре появился я и, очень довольный ситуацией, сел в уголке, чтобы насладиться страданиями Джима. 27. Минуту спустя в гостиную вошла моя мать. Она села и принялась беседовать с гостьями. 28. Джим сидел на стуле очень прямо, и в течение четверти часа ни на йоту не изменил своего положения. 29. Ни генерал Грант, ни бронзовая статуя не могли бы с большим успехом сохранять такую неподвижность позы. 30. То есть я хочу сказать, что неподвижно было только его туловище, руки и ноги. С лицом дело обстояло совсем наоборот. 31. По выражению его, я понял, происходит нечто из ряда вон выходящее. 31. Время от времени мускулы на лице Джима судорожно подергивались, искажая все его черты, но через секунду это мимолетное выражение бесследно исчезало. 31. Судороги постепенно учащались, но кроме как на лице у Джима ни разу не дрогнул ни один мускул, и ничто не выдавало ни малейшего интереса к тому, что с ним происходит. 32. То есть я хочу сказать, если что-нибудь действительно происходило, а я отлично знал, что именно так оно и есть. 33. Наконец две крупные слезы медленно потекли по его дергающимся щекам. Но Джим сидел тихо и не мешал им течь. Потом я увидел, как его правая рука потихоньку потянулась к бедру и, не дойдя до колена, яростно вцепилась в штанину. 33. Как оказалось, Джим схватил осу. Целая колония ос ползала по его ногам, производя изыскание вокруг, и всякий раз, когда он вздрагивал, запускала в него свои жала. 34. Добрых четверть часа группы экскурсантов одна за другой лезли вверх по ногам Джима, и малейшее судорожное движение, которое он с отчаяния позволял себе, вызывало их яростный гнев. 35. Когда это развлечение стало почти невыносимым, Джиму пришла в голову мысль выводить ос из строя, зажимая их между пальцами. Таким образом, ему удалось расправиться со множеством насекомых, правда, весьма дорогой ценой, ибо, не видя ос, он мог с равной степенью вероятности схватить их не с того конца, с какого надо, и тогда издыхающая тварь на память об этом происшествии вонзала в него свое жало. 36. Если бы гости просидели у нас целый день, и если бы все осы штата Миссури расползлись по ногам Джима, об этом не узнал бы никто, кроме Джима, ос и меня. 37. Он все равно просидел бы там до ухода гостей. Когда они ушли, мы поднялись наверх. Джим снял брюки, и нам представилось невиданное зрелище. Ноги Джима выглядели так, словно их сплошь обшили пуговицами. Причем посредине каждой пуговицы зияла красная дырочка. 37. Боль была невыносимой, то есть была бы невыносимой, если бы не присутствие этих дам. По сравнению с той болью, которую причиняло оно, боль от укусов казалась необычайно сладкой и приятной. 38. Джим никогда не любил ос. Помню, как однажды... 30 октября 1906 года Я припоминаю случай, подтверждающий одно мое убеждение. Он произошел до эпизода, о котором я только что рассказал. В дни ранней юности я еще не понимал, что играть в скверные шутки с людьми — подлое и неблаговидное занятие, не говоря уже о том, что, как правило, это вовсе не остроумно. 31. В те далекие времена я над этим не задумывался, а наоборот, сам вечно кого-нибудь разыгрывал, не утруждая себя размышлениями о нравственной стороне шуток. 32. В течение трех четвертей моей жизни я считаю таких шутников достойными безграничного отвращения. Я презираю их больше, чем всех прочих преступников, и теперь, когда я высказываю свое мнение о них, мысль о том, что я сам играл с кем-то скверные шутки, не смягчает моего негодования, а скорее его усиливает. 33. Однажды вечером я заметил, что верхняя часть окна Джимовой спальни покрыта плотным слоем ос. 34. Джим всегда спал на том краю кровати, который был ближе к окну, и тут меня осенило вдохновение. 35. Я снял с постели одеяло, не обращая внимания на укусы, сбил с окна несколько сот ос, уложил их на простыню, прикрыл одеялом и таким образом взял в плен. 36. Затем я сделал глубокую складку вдоль середины постели, чтобы осы не могли вторгнуться на другой край простыни. 36. А вечером сказал Джиму, что хочу спать с ним в одной кровати. 37. Джим не возражал. 38. Я постарался забраться в постель первым, дабы убедиться, что моя сторона в полной безопасности. 39. Так оно и было. Ни одной осени удалось перейти границу. 40. Когда Джим разделся, я задул свечу, и ему пришлось ложиться в темноте. 41. Он болтал, как всегда, но я не мог ему ничего ответить, ибо заранее предвкушал удовольствие, и хотя заткнул себе рот уголком простыни, каждую минуту готов был лопнуть от смеха. 41. Джим вытянулся во весь рост, все еще продолжая весело болтать, но вскоре речь его сделала спрерывистой и бессвязной. 42. Между словами появились паузы, причем каждая пауза подчеркивалась более или менее внезапной и резкой судорогой. 43. И я понял, что иммигранты приступили к делу. 44. Я знал, что мне следует выразить сочувствие, спросить, в чем дело, но не мог, потому что всякая попытка открыть рот вызвала бы приступ хохота. 44. Вдруг Джим окончательно перестал говорить, по крайней мере на ту тему, о которой шла речь, и сказал, 45. Тут в постели что-то есть. 45. Мне это было известно, но я промолчал. 46. Он сказал, их тут тысячи. 47. Потом он сказал, что посмотрит, что это такое, и принялся шарить в постели. 47. Ос возмутило это вторжение, и они начали жалить его, куда попало. 48. Потом Джим сказал, что поймал кого-то из них и попросил меня зажечь свет, что я и сделал. 48. Когда он слез с кровати, вся его рубашка была черной от полураздавленных ос. 49. Он обеими руками держал целую горсть пленниц, которые его энергично кусали и сжалили, однако он крепко зажал их и не выпускал из рук. 49. Увидев их при свете свечи, Джим вскрикнул «Осы!» 50. Это были его последние слова. За всю ночь он больше ничего к ним не добавил. 51. Молча раскрыв свою половину постели, он десятками швырял ос на пол, с суровым и мстительным удовлетворением давя их башмаком, а я тем временем сотрясал кровать взрывами немого смеха, который не доставлял мне ни малейшего удовольствия, ибо я чувствовал, что молчание Джима — зловище. 52. Закончив истребление, Джим задул свечу, лег в постель и, казалось, погрузился в спокойный сон, во всяком случае он лежал так тихо, как только можно было ожидать при подобных обстоятельствах. 53. Я бодрствовал, сколько мог, изо всех сил стараясь, чтобы от моего смеха не тряслась кровать и чтобы это не возбудило подозрений, но даже страх не мог побороть сон, и в конце концов я заснул, но под давлением обстоятельств тотчас же проснулся. 54. Джим придавил мне коленями грудь и обоими кулаками колотил меня по лицу. Мне было очень больно, но он выбил из меня все силы, которые удерживали меня от смеха, и я хохотал до полного изнеможения. 55. А тем временем Джим, как мне казалось, превращал мое лицо в кашу. 56. Джим больше никогда не возвращался к этому эпизоду, и у меня хватило ума последовать его примеру, ибо он был в полтора раза выше меня, хотя и ничуть не шире. 56. Я много раз подшучивал над Джимом, но все эти шутки были жестокими и неостроумными, их мог бы изобрести любой безмозглый каверзник. 56. Когда взрослый человек играет с кем-нибудь злую шутку, это, по-моему, совершенно ясно свидетельствует о его трусости и слабоумии. 56. Негритянский балаган Где теперь Билли Райс? Он был моей отрадой, подобно другим звездам негритянской комедии, Билли Берчу, Дэвиду Уомболду, Бэксу и веселой плеяди их собратьев, которые скрашивали мою жизнь лет сорок тому назад. 57. Да и позже Берч, Уомболд и Бэкс давно умерли, и вместе с ними отошла в невозвратное прошлое негритянская комедия, подлинная негритянская комедия, сумасбродная негритянская комедия, которая, на мой взгляд, не имеет соперников ни в прошлом, ни в настоящем. 58. У нас есть оперный театр, и я с огромным наслаждением слушал первые акты всех вагнеровских опер, но они всегда действовали на меня так сильно, что и одного акта было за глаза довольно. 59. Прослушав два акта, я уходил из театра в полном изнеможении, прослушать же всю оперу до конца было для меня равносильно самоубийству. 60. Но если бы я мог вернуть негритянскую комедию в былую ее чистоте и совершенстве, мне больше не понадобилась бы опера. 61. По-моему, для возвышенного ума и чувствительной души шарманка и негритянская комедия — это образец и вершина искусства, до которой далеко всем другим музыкальным формам. 62. Я, как сейчас, помню первый негритянский балаган, виденный мною. Это было, вероятно, в начале сороковых годов. По тем временам балаган считался новинкой. У нас в Ганнибале про него и не слыхивали, и приняли его как радостный и сногсшибательный сюрприз. 63. Балаган пробыл у нас неделю и давал представления каждый вечер. Благочестивые горожане не ходили на них, зато все прочие избегались толпой и были в восторге. 63. В те времена благочестивые горожане вообще не посещали балаганов. Актеры выходили на сцену с черными, как уголь, лицами и руками, в кричащей ярких костюмах, пародировавших тогдашний костюм негра с плантацией. 64. Пародировались и высмеивались ни лохмотья негров-бедняков, ибо никакая пародия ничего не прибавила бы к собранию заплат и прорех, составлявшему этот костюм. 65. Пародировались цвет и покрой одежды. Тогда носили высокие воротнички, и актер выходил в воротничке, закрывавшем чуть ли не всю голову, и с такими длинными уголками, что актеру почти ничего не было видно ни справа, ни слева. 66. Сюртук шился из занавесочного ситца с фалдами до пят, пуговицы были большие, как жестянки с баксой. 66. Башмаки на актере были нечищенные, неуклюжие и тяжелые, на несколько номеров больше, чем нужно. Было много разновидностей этой одежды, и все они были карикатурны, и многим казалось, что это очень смешно. 67. Актер говорил на самом грубом негритянском диалекте, но пользовался им очень умело и свободно там, где нужно, и это действительно было очень забавно и смешно. 67. Но один актер в трупе не одевался в яркие тряпки и не говорил на диалекте. Он был одет, как белый джентльмен из общества, и говорил высокопарным, изысканно вежливым и тяжеловесно правильным языком, который простодушные горожане принимали за тот самый, на каком говорят высшем столичном обществе. 68. Они искренне восхищались им и завидовали актеру, который может сочинять такие фразы, не сходя с места, не задумываясь ни на секунду, и произносить их так быстро, легко и с таким блеском. 69. Все музыканты сидели в ряд. Флейта на одном конце, банджо на другом, а вышеописанный изящный джентльмен как раз посредине. 69. Этот джентльмен был главным актером труппы. Элегантность и свежесть его костюма, преувеличенная изысканность речи и манер, благообразие черт, не искаженных гримом, все это выделяло его из труппы, особенно по контрасту с флейтой и банджо. 70. Эти двое были комики, и из грима и шутовского костюма они извлекали максимум комического эффекта. 71. Оба моливали себе губы ярко-красной краской для того, чтобы они казались толще и больше, так что рты у них походили на ломтики спелого арбуза. 71. Программа представлений много лет оставалась неизменной. Первое время занавеса не было, пока зрители дожидались начала, им не на что было смотреть, кроме ряда пустых стульев за рампой. 72. Вскоре появлялись музыканты, и публика горячо приветствовала их, они рассаживались по местам, каждый со своим музыкальным инструментом. 73. Потом сидевший в середине аристократ начинал представление такой фразы. 73. Надеюсь, джентльмены, что я имею удовольствие вас видеть по-прежнему в добром здравии, и что все у вас шло благополучно с тех пор, как мы имели счастье встретиться с вами. 73. Флейта отвечала ему за себя и рассказывала какой-нибудь случай, свидетельствовавший о том, что ей здорово повезло на днях. 74. Но Банджо прерывал ее, выражая сомнение в правдивости рассказа. 75. Тут поднимался забавный спор. Один утверждал, другой отрицал, ссора становилась все более шумной, голоса звучали все громче и громче, все настойчивее и сердитее, оба актера вскакивали с мест, подбегали друг к другу, потрясая кулаками и инструментами и грозя кровопролитием. 75. А в это время изящный джентльмен заклинал их не нарушать мир и соблюдать приличия, но, разумеется, тщетно. 76. Иногда ссора длилась минут пять, спорщики выкрикивали друг другу в лицо страшные угрозы, а весь зал покатывался с осмеху, глядя на эту удачную и очень меткую пародию, на негритянскую ссору, всем знакомую и привычную. 76. Наконец, ожесточившиеся враги начинали мало-помалу пятиться в разные стороны, причем каждый стращал противника самым немилосердным образом. 77. Пусть, мол, не вздумает на свое несчастье становиться поперек дороги в следующий раз. 78. Потом они садились на свои места и злобно ворчали, переглядываясь через весь ряд стульев, а публика тем временем приходила в себя и успокаивалась после неистового судорожного смеха. 79. Тут аристократ делал замечание, которое вызывало на рассказ одного из музыкантов, сидевших с краю. Он напоминал ему какой-нибудь смешной случай из его жизни. Обычно это бывал самый затасканный и избитый анекдот, старый как Америка. 79. Один из таких анекдотов, приводивший публику того времени в восторг, пока актеры в конец не затрепали его, повествовал о том, как Банджо бедствовал во время бури на море. 80. Шторм не утихал так долго, что у путешественников вышла вся провизия. Аристократ участливо спрашивал, как же они не умерли с голода. 80. Банджо отвечал, мы ели яичницу. 80. Вы ели яичницу? Где же вы брали яйца? 80. А во время шторма наше судно так и неслось. 80. В течение первых пяти лет этот каламбур смешил публику до судорог, но потом он намозолил уши населению Соединенных Штатов до такой степени, что зрители к нему совершенно охладели и встречали его укоризненным и негодующим молчанием, так же, как и другие анекдоты того же сорта, утратившие всякую занимательность от частого повторения. 80. В бродячих трупах бывали хорошие голоса, и пока балаганы существовали, я с наслаждением слушал и хоровые, и сольные номера. 80. В начале песенки были грубо комические. «Девчонки из Буффала», «Скачки в Кэмптауне», «Старик Дэн Текер» и тому подобное. 80. А немного позднее появились и чувствительные романсы, как, например, «Голубая Джоанита», «Милая Эллен Бэйн», «Нелли Блай», «Жизнь на волнах», «Лева руля» и т.д. 80. Балаган появился на свет в сороковых годах и процветал лет тридцать пять, затем он выродился в Арьете, и его программа стала обычной программой в Арьете, за исключением двух-трех случайных негритянских номеров. 80. Настоящий негритянский балаган вот уже тридцать лет как умер. На мой взгляд, балаган был просто прелесть. Там умели смешить как нигде. Мне очень жаль, что его больше нет. 80. Как я уже говорил, сперва в негритянский балаган ходили только жители Ганнибала, которые не отличались набожностью. Лет через десять-двенадцать балаган стал таким же общепризнанным развлечением в Америке, как и праздник 4 июля. 80. Однако моя мать так и не побывала ни на одном представлении. Ей было в то время лет шестьдесят, и она приехала в Сент-Луис с одной милой и славной дамой ее возраста, тетушкой Бетси Смит, старожилкой Ганнибала. 80. Собственно, Бетси не была чьей-нибудь тетушкой. Она была тетушкой всего Ганнибала, благодаря своей нежной, доброй и любящей душе и подкупающей простоте обращения. 80. Как и моя мать, тетушка Бетси никогда не бывала в негритянском балагане. Обе они были очень живые старушки, и годы совсем на них не сказывались. Они любили развлечения, любили всякую новизну, любили принимать участие во всем, что не считалось грехом и не противоречило их правилам. 80. Они вставали ни свет ни заря, чтобы полюбоваться, как цирк входит в город, и очень огорчались тем, что их правила не позволяют им войти вслед за процессией в палатку. 80. Они никогда не отказывались присутствовать на процессии 4 июля, на праздники воскресной школы, на собраниях в обществе религиозного возрождения, на лекциях, на конференциях, молитвенных собраниях. 80. Словом, они принимали участие во всех развлечениях, не противоречивших христианской религии, и не пропускали ни одних похорон. 81. В Сент-Луисе им захотелось новых впечатлений, и за помощью они обратились ко мне. 81. Они мечтали о чем-нибудь таком, что было бы весело и вполне пристойно. 81. Я сказал, что не знаю ничего по их части, кроме собрания в большом зале коммерческой библиотеки, на котором выступят 14 африканских миссионеров, только что вернувшихся с черного материка, и продемонстрируют образцы туземной музыки. 81. Я сказал, что если они в самом деле хотят послушать что-нибудь поучительное и возвышающее душу, то советую пойти на это собрание, а если им хочется чего-нибудь более легкомысленного, я поведу их в другое место. 82. Но нет. Мысль об этом собрании привела старушек в восторг. Им не терпелось пойти именно туда. Я сказал им не всю правду и сделал это сознательно, но беда была невелика. Не стоит тратить силы на то, чтобы говорить людям правду, когда они и так принимают за чистую монету все, что бы им не говорили. 83. Те, кого я называл миссионерами, были актеры труппы Кристи, одной из лучших и самых известных в то время трупп. Мы отправились заблаговременно и получили билеты в первом ряду. Скоро все места в просторном зале были заняты. Собралось 1600 человек. 84. Когда негр-комедианты вышли и реницы на сцену в своих шутовских костюмах, у старушек дух захватило от изумления. Я объяснил им, что в Африке так одеваются все миссионеры. 85. Тетушка Бетси сказала укоризненно. 86. Но ведь они же негры! 87. Я сказал, что это не беда. Можно считать, что они американцы, ведь они состоят на службе в американском миссионерском обществе. 87. Тогда старушки начали сомневаться, прилично ли смотреть на то, что проделывают негры, где бы они ни служили. 87. А я сказал, что в зале присутствует свет общества Сент-Луиса. Весь он на лицо. Стоит только оглянуться по сторонам. И уж, конечно, эти люди не сидели бы тут, если бы показывалось что-нибудь не совсем приличное. 87. Старушки успокоились и самым бессовестным образом радовались тому, что сидят здесь. 87. Новизна положения приводила их в восторг. Они прямо сияли от счастья. Им нужен был только предлог, чтобы успокоить свою совесть. И теперь эта совесть молчала, как мертвая. 87. Они с жадным любопытством разглядывали комедиантов, сидевших перед ними полукругом. 88. Аристократ начал свою речь. 89. Скоро дело дошло и до старого анекдота, о котором я только что рассказывал. 89. Все в зале, кроме моих старушек, слышали его в сотый раз. 89. Все 1600 человек торжественно и негодующе молчали. И в этой гнетущей атмосфере несчастный Банджо старался как можно скорее досказать анекдот. 89. Но для моих почтенных дебютанток это было полнейшей новостью. И когда Банджо дошел до конца, они откинули назад головы и залились таким искренним смехом, захлебываясь, фыркая и чихая, что удивили и привели в восторг всю залу. 89. Публика встала, как один человек, стараясь разглядеть, кто же это до сих пор не слышал такого старого анекдота. 90. Мои дебютантки смеялись так долго и заразительно, что за ними начали смеяться все 1600 человек. И стены балагана долго еще дрожали от громовых раскатов хохота. 90. В этот вечер моя мать и тетушка Бетси создали комедиантам блестящий успех. 91. Потому что для них все шутки были настолько же новые, насколько они были знакомы всем прочим зрителям. 91. Каждую шутку они встречали взрывом смеха, и их веселье заражало других. 92. Зрители выходили на улицу еле живые, ослабев от смеха, и благодаря про себя наивных старушек, которые доставили их окостеневшим душам такое редкое и драгоценное удовольствие. 92. Зрители выходили на улицу еле живые, и они ее находятся на улицу еле живые. 92. Зрители выходили на улицу еле живых проходят на улицу еле живых,